Всем привет, я Алексей Романов, это ежедневная Вовня. Такого количества вытянутых лиц, как сегодня утром, мне давненько не приходилось наблюдать. Вчера еще все, кажется, абсолютно были уверены в том, что победит Клинтон, а сегодня бац, и вот такая тебе новость. Многие, мягко говоря, обескуражены, очень многие. А отсюда напрашивается сразу урок номер один. Ребята, давайте не будем забывать, что это все-таки демократия, и демократия настоящая, а она непредсказуема, это ее принципиальное свойство. И урок номер два. Давайте будем несколько скептичнее относиться к тем самоуверенным людям, которые выдают нам стопроцентные политологические прогнозы. Они вчера еще, повторяю, буквально предсказывали, что победит Клинтон, на сегодня уже, кстати, эти же люди начинают предсказывать о том, то, какой окажется политика Трампа по отношению к России. Знаем мы цену теперь этим-то предсказанием. И вообще, как можно сегодня пытаться угадать, какая будет политика у этого самого Трампа? Человек ни единого дня не работал на выборной должности, ни единого дня не был на государственной службе, у нас нет ни малейших зацепок, чтобы попытаться соотнести его слова и его дела. Дел-то не было. То есть абсолютно темная лошадка у власти. Мы не знаем, знать не можем. Поэтому грош цена любым прогнозам. Это во-первых. А во-вторых, каким бы он ни оказался, мягко говоря, чудаком, ведь в Америке никуда не денутся ни Конгресс, ни Сенат, ни могущественные общественные организации различные. Да хоть полный сумасшедший там окажется. Все равно вот та самая, помните, из Ельцинка еще времен, система сдержек и противовесов все это подровняет. В общем, не надо судить по себе. Ни в отношении итогов выборов, ни в отношении того, как победивший кандидат себя поведет. Это у нас все ясно, понятно и предсказуемо. Но у нас-то не демократия. А в Америке давно устоявшаяся, зрелая, демократическая система. То есть просто сейчас сидим, ждем, наблюдаем, смотрим, как оно там все пойдет и каким образом нас это коснется. Плохо ли нам будет, хорошо ли. Все это станет само собой понятно. И несколько слов все-таки о причинах, почему, как мне кажется, победила не Клинтона, а победил Трамп. Вот некоторые уже заявили. Не, ребята, Трамп здесь ни при чем. Это просто против Клинтона проголосовали. Я думаю, это частично правда, наполовину правда. А вторая половина заключается в том, что и за Трампа-то, в общем-то, не голосовали. Мне кажется так. Американские избиратели, простые люди, им надоело. Они устали жить в той системе, когда ими просто манипулируют. То есть простые американцы, они давно уже для этих профессиональных бюрократов, властных, стали простой массой, за которую все решают, которая должна все делать. И от нее требуется лишь изредка пойти и бросить бюллетень в Урман. Ну и вот, вот накопилось недовольство. Клинтон была символом этой системы. Трамп был символом вызова этой системы. И народное недовольство, желание каких-то перемен, оно вот победило. Я так думаю, что если и искать какую-нибудь такую вот внешнюю причину победы Трампа, то она знаете, где может оказаться? В сериале «Карточный домик». Он был чудовищно популярным. И там показали настолько неприглядную изнанку американской власти. Настолько мерзко они там друг с другом интригуют, чего-то делают, кого-то подставляют. Они совершенно там не считаются с интересами простых людей. Они их знать не знают. И вот люди все это посмотрев, в итоге пошли и против этой системы проголосовали. Трамп олицетворял всего лишь вот этот вызов в системе. Но опять-таки повторю, это лишь моя теория. Как оно там на самом деле, а кто его знает. Уж точно, уж точно не путинские проделки, не путинские попытки помочь Трампу возымели действие. Кстати, у путинских сейчас другая проблема. Ведь у нас как, был кандидат, за которого, очевидно, наша власть болела, пыталась ему помогать. Теперь он победил. И что? Америка нам теперь не враг? Как? Да у нас все построено на этой идее того, что Америка нам тут гадит. Подлюка такая. Во всех подъездах. И что теперь? Кто теперь виноват? Мы сами, что ли? Такого быть не может. Ну, в общем, умные люди говорят, что, наверное, к вечеру путинские пропагандисты уже что-нибудь придумают, выкрутятся. Ну, вот посмотрим, это тоже будет новость. Как они теперь-то, а? А я так думаю, что и тем нашим прогнозистам, которые вроде как демократической общественности, тоже чего-то придется придумывать. Да, значит, победа Клинтон была неизбежна. А теперь вот у нас Трамп. И что? Вот вам на этот счет мой прогноз. Я думаю, что в ближайшие дни товарищ Трамп, которого крыли буквально последними словами, превратится в последнюю надежду. Я там выше говорил, что не надо верить прогнозам политологическим. Правильно. Ничьим прогнозам верить нельзя. Моим можно. Я Алексей Романов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok